МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 ноября 2011 года НАСА осуществила запуск марсохода «Кьюриосити». Цель аппарата – поиск следов жизни на Красной планете. Робот весом в тонну будет исследовать геологическое прошлое и настоящее Марса. И искать воду и органические вещества. Проект стоимостью в 2,5 миллиарда долларов был реализован, несмотря на мировой экономический кризис. Почему освоение космоса с каждым годом становится все интенсивнее? Зачем ученые работают над проектами электростанций и жилищ для первых обитателей других планет? Вывод напрашивается только один. На Земле в любой момент может произойти глобальная катастрофа, как это было уже не раз, и мировая элита готовится к космическому переезду. А что же ждет всех остальных жителей нашей планеты? Вечный атом гарантирует жизни без смерти. Небытия нет. Есть только бесконечные комбинации атомов, непрерывная богатейшая жизнь в новых и новых телах с новыми впечатлениями. Многие ученые-материалисты не то что не знают, но и не подозревают, что мир многомерен, что существуют параллельные миры, что у людей есть аура, биополя, что телепатическая связь существует. Представление о живой Вселенной и едином космическом разуме встречается во всех древних религиях. Майи считали, что время – душа мироздания, а сама Вселенная дышит, делая вдохи и выдохи. Древние египтяне говорили «все есть ум». Наши предки были уверены, что все вокруг пронизано единым космическим сознанием, и каждый человек сам является Вселенной. Есть гипотеза, что мы вообще-то ничего из себя не представляем, а наше сознание, мышление – это всего-навсего некий приемник и передатчик, который в нужный момент может сопрячься с этим пространством информационным, взять информацию оттуда, и вот ты все знаешь. Или сбросить какие-то, поварить мысли, туда сбросить. Вселенная в своей основе – фикция, гигантская роскошно детализированная голограмма. И существует более глубокий уровень реальности, скрытый от нас. Роман Чумаков пытается одним лишь намерением повлиять на происходящее событие. Он перемещается в другие миры с помощью осознанных сновидений. Это когда человек не просто видит сны, а управляет их содержанием. Там, в принципе, можно все, хватило бы фантазии и, как бы это сказать, персональной силы. По словам Романа, во сне можно создать как маленький предмет, так и детализировать целый мир. Для этого даже существуют виртуальные заготовки – сновидения большинства людей. Те, кто занимаются осознанными сновидениями, знают, что есть несколько таких стереотипных миров. То есть там лифт, например, какой-то постапоэкалиптический мир – это просто миры, про которые очень много людей, в которые много людей спят. Роман Чумаков придерживается мнения, что у каждого человека своя, уникальная реальность. А весь наш мир является фантастической иллюзией. То, что мы называем реальностью – это вот как бы коллективный, можно сказать, что это коллективный сон. То есть большинство людей верят, что вот это вот так, то есть у них как-то сходятся картины мира по определенным точкам, и вот эти точки становятся доступны всем. То есть это то, через что могут как бы люди взаимодействовать. Если научиться творить в осознанных снах, можно изменять события и в реальной жизни. Нужно лишь настроиться на вибрации тонких миров. Тот же пример с дверью, что человеку не нравится эта дверь, не нравится ее цвет, он ничего не делает. Но почему-то так потом окажется, что, допустим, Жеку пришла разнарядка, что надо срочно перекрасить дверь в районе, ее покрасить именно в тот цвет, который ему больше симпатичен. И вот как-то вот так. То есть как бы хаотичные события жизни начинают больше как бы в нужное ему русло укладываться. Осознанные сновидения помогают попасть в параллельные измерения и путешествовать по Вселенной. Но существует опасность потерять себя между двумя мирами. Иногда просто люди, бывает у них сны более красочные, чем реальность, и кажутся более реальными. И может такое тоже бывать, что они начинают путать. Целковский утверждал, каждый атом наделен элементарным разумом и чувствительностью. При этом он вечен и неизменен. После нашей смерти частицы тела, хотя и будут рассеяны, но это не помешает им ожить снова. Возможно, те загадочные явления, что видят тысячи свидетелей по всему свету, это и есть новая форма жизни нашей бессмертной души. 17 августа 1978 года, Западный Кавказ. Пятеро альпинистов возвращаются на базу после покорения вершины. На высоте 3900 метров группа разбивает палатку и останавливается на ночлег. Уставшие люди моментально засыпают. А через несколько часов в палатке начинается ад. Лидер группы Владимир Ковуненко вспоминает страшное событие той ночи. Проснулся просто так. Я даже не знаю, что я проснулся. Увидел между собой и Зыбинем Сашей шарик размер с теннисный мячик. В таком во взвешенном состоянии он так как-то вроде плывет, подергивается. Сияющий шар завис в воздухе на несколько секунд, а затем нырнул в спальник одного из альпинистов. Закричал парень Олег Коровкин, который лежал на моем месте. Потом, значит, и до меня он добрался. Огненный пришелец перелетал от одного члена группы к другому. В палатке раздавались жуткие крики. У меня было ощущение какое-то время, что меня на дыбы подвязали и жгут электросваркой. Во-первых, звук такой шипящий, с потрескиванием. Ну, как сварка работает, я знал хорошо. Вот, потом запах горелого кожи, тела. Шаровая молния буквально выжигала альпинистов. Создавалось впечатление, что ее поведение было осознанным. Вход в мешке дырочка вот такого диаметра, маленькая. А ожог получается от колена до бедра. Так что ее интересовало, я уж не знаю, что ее интересовало, но вела она себя странно. По словам Владимира, никто из группы даже не пытался убежать. Всех охватило странное оцепенение. Словно загипнотизированные альпинисты наблюдали за огненным шаром. Был момент, когда я был уверен, что у меня осталась одна голова. Да, ни ноги, ни руки. Я потом, когда уже полез за этим, за зубом, я даже не осознал, что у меня рука задвигалась. Я еще в Копрову кричал, Витя, развяжи мне ноги. У меня было впечатление, что у меня ноги чуть ли не завязаны с ногой там. Огненный шар нанес Владимиру восемь ожогов. Другие члены группы тоже получили страшные травмы. Один из альпинистов, Олег Коровкин, погиб на месте. Известный бард Юрий Висбор также входил в группу Ковуненко. Но выйти в этот поход ему помешали обстоятельства. В тот день, когда в лагере происходили страшные события, Висбор словно почувствовал, что его товарищи в беде, и написал пророческую песню. Такой вот первый куплет «Непогода в горах, непогода». В эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природу в нашем лагере Узункол. Ну там, что мы в тепле и уюте. Короче говоря, самое интересное то, что он писал ее минуту в минуту, когда шаровая молния гуляла у нас в палатах. Есть версия, что плазмоиды – это одна из форм жизни, существующая на нашей планете уже миллиарды лет. В Западной Европе издревле ходят легенды об огнях, которые парализуют сознание человека и уводят его за собой. Некоторые исследователи считают, что светящиеся шары могут иметь инопланетное происхождение. Станислав Нищадимов не сомневается в неземном происхождении шаровых молний. Огненный шар он увидел на обычной прогулке в парке. Этот шар с этой стороны двигался медленно вот сюда, в самую середину, на мой путь. И на высоте примерно вот на таком же вот расстоянии, что примерно мой рост. И когда я почти дошел до этого места, шар остановился. Но единственное, что я, конечно, тоже остановился со страху. Этот шар вращался. Вот как-то вот так вот он вращался, из него сыпались мелкие искры. Станислав вспоминает, он впал в ступор и не мог двигаться. Его охватил ужас. Шар вплотную приблизился к лицу мужчины. И Станислав понял, что шаровая молния – живой организм. Это похоже немножко на такую, как бы, большую клетку. Вот когда просматриваешь в микроскоп что-то такое вот клеточное, да, это похоже на вот эту клетку, которая что-то там внутри. И вот это только вращается, все это живое и немножко искрящиеся. Станислав, как завороженный, смотрел на странный объект. У него возникло желание коснуться огненного шара. И вдруг взрыв. Вот этот такой взрыв, тот тоже мне уши аж заложило. И шар исчез. После встречи с шаровой молнией в жизни Станислава стали происходить интересные события. Я стал замечать, что этот человек стал везучий. Что мне многое везет. То деньги, значит, придут, то найдешь чего-нибудь, то выиграешь в лотерею. Известный факт – шаровые молнии чаще всего встречают в аномальных зонах. Яркие шары притягивает туда, как магнитом. Они собираются в группы и даже нападают на людей. Здесь можно строить сотни гипотез о том, что это, возможно, какая-то солнечная цивилизация в древности. Может быть, это форма жизни неких, скажем, субстанций в виде шаров. То есть это некий разум, который находится в такой оболочке, который проявляет себя тем, что нападает на людей, залетает в квартиры, в помещения. 21 декабря 2012 года наше Солнце расположится на одной линии с загадочным энергетическим центром галактики. Произойдет парад планет не только в Солнечной, но и в других звездных системах. Подобные астрономические события всегда трактовались древними священными книгами, как предвестники неминуемого конца света. Апокалипсис. Гибель человеческой цивилизации. По мнению многих экспертов, процесс уничтожения нашей планеты уже запущен. Все чаще происходят разрушительные землетрясения, цунами и извержения вулканов. Период беспокойности начался. А может, это временное явление, может, это закончится через три года. А может быть, нет, никому неизвестно. Но то, что случай фиксируется, это уже статистика, на сегодняшний день это факт. И астрономы, и физики все это уже знают, и информация имеется в общем доступе. На дату 21 декабря 2012 года также указывает календарь Майя. Согласно пророчеству, в этот день закончится период старой системы устройства мира и начнется Великий Переход в Новую Эпоху. Каким же станет мир после Великого Перехода? Человечество уже не раз проходило этот путь. Ученые отметили интересный факт. В то время, когда возник календарь Майя, в Стоунхендже появилось загадочное мегалитическое сооружение. В Месопотамии возникла первая на Земле письменность. В Египте – династии фараонов. Одновременно по всей планете в этот период произошла научная, техническая и культурная революции. Люди внезапно обрели новые познания. Остается один вопрос. Кто их дал? Человечество создано искусственно. Для определенных условий жизни и с определенными задатками. Но считать, что внеземные цивилизации нуждаются в нас, да ну, это слишком смелое предположение. Нас отслеживают, нас контролируют, как контролируют родители своих детей, стараясь не вмешиваться в наш эволюционный процесс развития. Но учтите, что четыре предыдущие расы были уничтожены. Как и неудачные эксперименты. Сейчас, кстати, очень интересное время, что будут делать с нашей пятой цивилизацией. Вполне возможно, что человеческая цивилизация является проектом высших рас. Гигантской фермой по выращиванию батареек. В описаниях контактеров часто встречаются свидетельства о выкачивании энергии из тела. Многочисленные похищения, эксперименты над людьми, возможно, тоже являются частью плана. Как мы выводим новые породы скота для наилучших пищевых качеств, так и инопланетные селекционеры модифицируют человечество. То, что нами интересуются паразитические цивилизации, для меня это факт. Они питаются нашими тонкими энергиями. Они снимают энергии страха, сексуального удовольствия, ненависти, злобы. Это для них питательная среда, так же, как мы питаемся растениями и животными. И поэтому нас стараются принизить, чтобы мы жили как бы животной жизнью, ползали по земле и не стремились в космос, допустим. Гностики утверждали, что среди нас существуют люди без души. Тела, которые выполняют обычные физические функции, но при этом не наделенные Божьей искрой. Возможно, это киборги, которые появляются в результате инопланетных генетических экспериментов. Чтобы контролировать подопытных, использовали чипы. Сегодня вживление чипов домашним питомцам стало стандартной процедурой. Но кто и зачем готовит аналогичную программу для людей? То есть за нами ведется контроль. Возможно, считывают информацию. Возможно, нам внушается что-то. А может, в нужное время включат эти имплантаты. И мы начнем действовать как необходимо другим цивилизациям или тем, кому мы подконтрольны. Максим Улин подозревает, что странный шрам на его руке не что иное, как след от инопланетного чипа. Ведь пришельцы давно ведут наблюдения за его семьей. В начале таинственная слежка велась за матерью Максима. Лет 10 назад, двое мужчин два дня подряд к ней приставали перед домом. Все пытались у нее какую-то информацию что-то выводить, чтобы она что-то узнала. Выбер Тулина надежда? Она говорит, да. Вас выбрали звезды по какой-то там формуле. Вы, мол, должны что-то сделать. Затем и маленький Максим начал пугать родителей своими прогулками во сне. А однажды, проснувшись, он обнаружил, что мама исчезла. Я реально видел пустую кровать. Просто лежала. И ее просто там не было. Мама утверждает, что она спала, проснулась, просто видит, что вот как бы она как рассказывает, просто просыпаюсь, ты плачешь надо мной, и все. Он уверен, их похищали пришельцы. Все члены семьи Максима страдают провалами в сознании. Отрезки времени, длиной в несколько часов, будто кто-то стирает из их памяти. Сам Максим в детстве шокировал родителей странными признаниями. Папе с мамой прям сижу, там рассказываю, там, там, я прилетел, там, оттуда-то. Я им говорил, якобы я там прилетел, что вашего Максима там забрали, а я вместо него прилетел, и вот пока вместо него вы будете там, как бы моими родителями, я буду с вами жить. Однажды ночью Максим проснулся от дикой боли в животе. Казалось, будто кто-то копается в нем. Родители вызвали скорую, но врачи ничего не обнаружили. В то же время у меня появился знак на животе, снизу, справа. Знак тоже появился непонятно откуда. В первую очередь его, по-моему, заметила мама, то есть стал меня расспрашивать, что это такое, откуда он появился. Именно знак интересен тем, что это не шрам, а вот, например, если цвет тела, то этот знак, он именно был как высветлен. Как будто бы тело все загорело, а это место именно не загоревшее. В то же время у него появились таинственные собеседники. Максим утверждает, произошел контакт с пришельцами. Было такое просто представление, что они из космоса. И что якобы на тот момент я думал, что это они меня подменили, вот, и просто как бы следят якобы за мной. Максим, испугавшись, даже лег на обследование. Но врачи подтвердили, он совершенно здоров. Невидимые друзья рассказывают Максиму о космосе, консультируют в домашних делах и даже помогают найти потерявшиеся вещи. Он считает, что своему везению в жизни обязан пришельцам. Я прям верю и как будто подсознательно чувствую, что тебя оберегает. Как будто вот это, ну, как говорят, может быть, как ангел-хранитель, который вот... Я, потому что где бы я ни находился, как бы я вот в каких ситуациях ни был, я настолько спокойно, уверенно себя чувствую, что со мной никогда ничего, ну, якобы не произойдет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 9 августа 1973 года с борта космического корабля «Скайлэб-2» астронавты передали шокирующее сообщение. Во время изучения солнечных вспышек на небесном светиле произошел взрыв огромной силы. Из глубины огненного шара на 800 тысяч километров вверх рванулся столб гелия. Неожиданно жидкий поток газа застыл. Целых 70 секунд экипаж наблюдал кошмарное видение. В этом огненном столбе появились сотни тысяч человеческих лиц, измученных пытками в вечном пламени. Астронавты сообщили на Землю. Мы видели ад! Действительно, иногда космонавты во время полета впадают в странное состояние и получают фантастические видения. Фактически это все длилось минут 5, условно говоря. Ну, может, там 10 по времени, по-реальному. А рассказывать можно было несколько часов. Вот что видел, что переживал, что ощущал. Говорить во всеуслышании о таких моментах не принято. Астронавты доверяют своей тайне лишь коллегам. Оказывался вообще в другой системе двух солнц, планета. Там два солнца. Какие-то высокоразвитые человекоподобные существа. Причем разговор как бы идет не на русском и вообще не на человеческом языке, но, что характерно, он все понимает. И вот там продвинутая такая цивилизация. Солнце-звезда, от которой зависит жизнь на Земле. В религиях всех народов мира огненное светило занимало главное место. Лучезарный бог Гелиос у древних греков. Таш-бог Иерила у древних славян. Бог Ра считался первым правителем Египта. А фараоны его наместниками на Земле. Солнце считалось кормильцем и покровителем людей. Сегодня в мире несколько тысяч человек утверждают, что питаются лучистой энергией Солнца или космической энергией жизни праной. Вот если человек это часто практикует, он может открыть в себе способность санцеедства, способность ясновидения. Любой человек, абсолютно любой. Потому что у нас есть потенциал. Его просто нужно развивать и применять конкретные правильные практики. Для этого необходимо медитировать, слушать мантры. Ну, то есть разные люди делают это по-своему. Существуют официально зафиксированные свидетельства. Например, в индийском госпитале был обследован йог Прохлад Джани. Он заявлял, что не принимает пищу и воду уже более 65 лет. По его словам, жизненную энергию он получает из воздуха и солнечного света. Сотрудники Индийского оборонного института физиологии подтвердили способности йога, проведя ряд экспериментов. Доказано, организм солнцеедов перестраивается. Открываются новые возможности. Человек получает энергию на уровне атомов. Солнцеед Амид уверен, следующий виток развития человеческой цивилизации это переход на новые способы питания. Мы когда смотрим на солнце, происходит процесс... Ну, скажем, приведем, грубо пример, аккумулятор. Его зарядил в розетку, он какое-то время работает, разрядился, ты его опять зарядил, если ты за ним ухаживаешь, то он очень долго работает. То же самое и с нашим организмом происходит. Мы также заряжаемся электричеством от солнца. Наше вот это электрическое или духовное тело, как вы его назовите. В прошлом Амид входил в компанию так называемой «золотой молодежи». Дорогие машины, клубная жизнь, наркотики. Когда он узнал, что болен неизлечимой болезнью, то понял – нужно что-то менять. С этого момента у меня вообще большой переворот начался. В оснах приходили, общались на его уведения, пошли всякие разные. Пошло большое раскаяние. То есть я стал осознавать, что я своими действиями наносил какой-то большой вред. Амид бросил работу и уехал на Алтай. Находясь в горах, в процессе медитации он получил послание. Странный голос сказал ему – «Подними глаза, посмотри на солнце». Я понимал, что меня ведут, что со мной идет постоянное общение. Я полностью себя отдал в руки духовных родителей. Духовные родители есть у всех у нас, если мы их не видим. То есть не значит, что их нет. Они постоянно все находятся над нами и с нами работают. Амид уверен – солнце дает людям не только энергию. Оно является вселенским источником информации. Сколько солнц лет? Огромное количество лет. И каждый луч – это информация, которая через глаза ведет напрямую в мозг. И там получается так, что у вас там делают уборку. Вот эти солнечные лучи. Делают хорошую уборку. То есть все там пропылесосили, подмели, тряпочки протерли. И все начинают по полочкам раскладывать. Все, что не нужно, начинают сгорать. Солнцеедство помогло Амиду не только начать новую жизнь, но и излечиться от смертельной болезни. По словам Амида, людям, подобным ему, солнце посылает информацию о том, что грядет некий переход. Человечество перейдет в энергетическую форму существования. Переход будет. Это было и раньше, это будет и сейчас. У нас были золотой век, серебряный, бронзовый, железный. Сейчас у нас заканчивается железный век. И мы должны перейти в золотой век. Ну, все же спирали видно. То есть у нас сейчас начнется новый виток, и мы должны подняться. Ну, чтобы с колеса сансара сойти и подняться на новый виток, для этого нам сейчас идут сверху вот эти знания. Ученые не отрицают. Переход на новый уровень для человеческой цивилизации неизбежен. Нас ожидают глобальные техногенные и экологические катастрофы. Современные устройства настолько сложны, что потенциально обладают мощью, сопоставимой силами природных стихий. И заурядная авария может обернуться экологическим бедствием планетарного масштаба. Есть теория, что высокоразвитые цивилизации, техногенные, они созревают и потом гибнут от вот этих катастроф, которые сами же порождают. Вернацкий высказал идею о том, что человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная волей его как существа общественного. Сегодня считается, что ноосфера – это коллективное сознание, которое станет контролировать направление будущей эволюции планеты и сольется со Вселенной, формируя целостный нооорганизм. Если раньше техника в основном и технологии работали на то, чтобы изменять среду вокруг человека, здания, одежда, автомобили, города – все это изменение среды вокруг человека, то впервые открывается возможность начать какие-то действия уже по изменению самой биологии, самого человека, так сказать, внутреннего мира. Вот эти моменты представляются очень важными и имеющими колоссальные последствия для будущего и человека, и человечества, и цивилизации нашей в целом. Технологический прогресс не стоит на месте. Уже реальностью стали искусственные клетки, управляемые протезы конечностей и даже сделаны первые шаги к созданию электронного устройства, в которое можно будет пересаживать личность умирающего человека. По некоторым, так сказать, представлениям, можно сказать, что в принципе разобрались, что такое жизнь. Парадокс в том, что мы не знаем, откуда она появилась, но сейчас уже достаточно хорошо представляем, как функционирует она и работает. И, разумеется, в этой области нас ждут самые невероятные, можно сказать, достижения, открытия и результаты. Пока одни ученые работают над прорывом в медицине, другие изобретают новые технологии в области физики. Работники Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства уже знают, как обеспечить энергией весь мир. Если мы поставим солнечные мощные электростанции на нескольких континентах, то этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить все человечество электроэнергией в любое время дня, в любое время года. Разрабатывая технологии будущего, ученые опираются на труды великого физика Николы Тесла. Сербского ученого современники называли пророком и гением электричества. Он запатентовал сотни изобретений, открыл принципы переменного тока и беспроводной передачи энергии. Тесла утверждал, что может проводить электричество буквально по воздуху на многие тысячи километров. Другой загадкой Тесла были его заявления, что информацию о своих великих изобретениях он черпал из ноосферы – информационного поля Вселенной. Само мироздание выбрало его проводником новых технологий для человечества. Не случайно единица магнитной индукции названа Теслой. Это, собственно говоря, благодарное человечеству, как говорят в таких случаях, отметила свое, сделала оценку его от трудов. Но многие вещи им высказанные, опробованные и, в общем-то, очень здорово, так сказать, продвинутые остались до сих пор не то, что не освоенными. Некоторые вещи даже не поняты. То, что изобрел Тесла, настолько опередило свое время, что даже современная наука не может постигнуть принципы созданных им механизмов. Однако некоторые труды великого ученого все же удалось освоить и воплотить в жизнь. Старший научный сотрудник Владимир Трубников демонстрирует одну из разработок института, основанную на наследии Тесла – резонансном методе передачи электроэнергии. Ток проходит по воздуху. А этот тонкий провод, помеченный флажками, нужен только для того, чтобы показать вибрацию, которая возникает при резонансном методе передачи энергии. Данная технология может сильно изменить наш мир. Например, достаточно запустить такой передатчик под дорожное полотно, и человечество сможет забыть о бензине. В этом случае вы получаете электроснабжение от кабеля, который был проложен в асфальте беспроводным, бесконтактным методом. Это пойдет и на трамваи, и на троллейбусы. Все это будет без троллеев, без контактных проводов, на электрички, на скоростные поезда. Эта технология пойдет, будет везде. Дома людей также изменятся. Каждое жилище будет обеспечивать человека всем необходимым. Смысл в том, что там создаются специальные условия, которые человека обеспечивают и энергией, и состоянием определенным психологическим, которые полностью находятся на самостоятельном энергообеспечении. То есть здесь не нужно будет ни специальных линий электропередач, а сама поверхность дома будет такая, считая, что и свет, и тепло, все будет у него на месте. Корпус таких домов будет в форме пирамиды. Удивительно, то, к чему только приходит современная наука, тысячелетия назад успешно воплощали в жизнь древние египтяне. Пирамида – это такая форма, которая обладает очень интересными свойствами. Например, наши ученые померили пирамидки из стекла, из бумаги, из стали, когда на весе ставится она острием вниз или основанием вниз пирамидка. И оказалось, что когда она ставится положим остррием вниз, то ее вес в третьем знаке после запятой в граммах уменьшается. То есть пирамидка, в зависимости от того, как она развешивается, имеет разный вес. Работники института прогнозируют, в будущем человечество перейдет на другие источники энергии. Место атомных электростанций займут ветряки и солнечные батареи. Корабли будут брать энергию из воды, а ракеты будут летать в космос под управлением лазерного луча. Вы можете спокойно поставить электронный луч в сторону Марса, и по этому лучу пойдет тосовское электричество, и вы будете получать во время движения вашего космического корабля энергию с этого луча. По мнению многих ученых, будущее за нанотехнологиями. Они позволят модифицировать наш организм, изменять состав крови и даже победить старение. Жизнь как информационная система, а информация записана в каждой из наших, из миллиардов клеток живого существа, она в принципе может быть бессмертной. Нет никаких причин для того, чтобы биологический объект погибал. Посредством нанотехнологий в человеческое тело будут внедряться электронные устройства, сверхмощные компьютеры, средства связи. Даже интернет станет органической частью человека. Мы сможем сидеть около экрана или каких-то там суперэкранов и перемещаться по земле вот с помощью чего-то похожего на интернета. Не физически, скажем, ехать в отпуск, а заставить органы наших чувств воспринимать там ветер, солнце в каком-то, я не знаю, в Анталии там или в Канкуне или где-то в другом месте. Нанороботы обеспечат новое качество жизни, а человек как вид со временем исчезнет. На его место придет человек технологический, наносапиенс, который не будет обладать биологическим телом. Будет некая структура, которая, ну, скажем, распределена по поверхности планеты тем или иным образом с целью, так сказать, безопасности. Мало того, предполагается, что функционально и информационно эта структура будет стремиться на все более нижние уровни материи. Они самые защищенные. Атомы практически не разрушают. Земля перенаселена. И число техногенных бедствий, по всем прогнозам ученых, будет увеличиваться. Биологи утверждают, наша планета способна прокормить лишь один миллиард человек. А в наше время численность землян достигла уже более семи миллиардов. Момент, когда мы полностью выработаем ресурсы нашей планеты, уже близок. Рано или поздно человечеству придется осваивать другой принцип существования. Когда у нас некая планета заселена миллиардами, там, десятками миллиардов существ, она обязательно переходит в технологическую фазу. Технологическая фаза по всем физическим, так сказать, законам целесообразности, она предусматривает не миллиарды существ, не гигантское потребление энергии, а существование одного существа на планете, которое, естественно, меньше потребляет энергии, меньше излучает, и вообще существует на принципах, о которых мы, может быть, сейчас и не представляем. Люди начнут активно осваивать космос. Отдохнуть в отеле на Луне или купить дачу на Марсе станет обычным делом. Но не для всех. Существовать в нашем привычном обличии смогут лишь избранные. А большинство людей либо погибнет, либо трансформирует свои тела, приспосабливаясь к новым условиям выживания. Я верю, что будут созданы поселения и будет расселение вне Земли. Но, опять же, если и когда, при условии, что мы здесь не загнемся раньше, потому что, к сожалению, мы видим, как нарастают какие-то катастрофические процессы, экологические, техногенные катастрофы. Для того, чтобы преодолевать колоссальные космические расстояния, человеку придется перейти на энергетическую форму существования. И отказаться от биологического тела. Каково это, мы можем ощутить и сейчас с помощью астральных путешествий. Полететь на другую планету может каждый. Главное, научиться выходить из физического тела. Возможности такого путешествия не ограничены. Цивилизация земная примерно в 2040-2000-20000 году может произвести ноокосмическую революцию наподобие неолитической революции в древние времена. И мы пойдем по ноосферной, духовно-ноосферной направлению и развитию концепции. То есть у нас будут задатки разума больше превалировать, нежели потребительские инстинкты. Мы устремимся в космос и возможно воспримем те советы, которые нам дают другие космические цивилизации. Сейчас пока мы их не воспринимаем, мы вообще считаем, что кроме нас иных цивилизаций в космосе нет и не существует. Кибели Земли могут привести не только техногенные катастрофы. Существует и космическая угроза. Астероидная атака способна уничтожить все живое на нашей планете. И подобное уже случалось в нашей Солнечной системе. По версии ученых, именно столкновение с крупным астероидом превратило когда-то цветущий Марс в красную пустыню. Приблизившись к планете, он взорвался и тысячи осколков массой в сотни миллионов тонн рухнули на поверхность планеты. Подобную катастрофу можно сравнить с глобальным ядерным ударом. Поверхность Марса буквально закипела, испарились океаны, а все живое было сметено огненной плазмой. Затем планету накрыли облака пыли, не пропускавшие солнечный свет. Марс погрузился в темноту и холод на много лет. У биологических форм жизни не оставалось шанса на выживание. Возможно, марсиане были готовы к катастрофе и рассматривали нашу планету как запасной вариант в случае бедствия. И марсианская элита нашла прибежище на земле. В древних книгах имеются свидетельства об этом переезде. Известно, что в древние времена нас пытались научить правила поведения цивилизации нашим законам. Это такие труды, как индийский эпос Рамаяна, Ригведа, Махабхарата. В той же Библии кое-что сказано в русских ведах. Там есть описание аппаратов, на которых они летали. Пытаясь сохранить свой генофонд, гости с Марса проводили скрещивание с обитателями Земли. Существует теория. Резкий эволюционный скачок от дикого неандертальца к разумному кроманьонцу произошел благодаря генетическим экспериментам марсиан. Возможно, наши далекие предки являются эмигрантами с Красной планеты. И пристальное внимание к Марсу вызвано подсознательным желанием вернуться домой. По мнению некоторых ученых, на современном Марсе все-таки существует жизнь. Части марсиан после катастрофы удалось в результате мутации обрести новую небелковую форму существования. Исследователи утверждают, невидимая человеческому глазу марсианская цивилизация продолжает успешно развиваться. Они существуют как нечто целое. У них нет территориальных претензий друг к другу. Они общие сырье у них добывается общее и тоже нет борьбы за это. У них производство как правило подземное или на малых планетах. То есть экология соблюдается. они нашли питание энергетическое для людей или автотрофное. Поэтому многомиллиардные цивилизации не испытывают недостатка в еде, в пище. У них очень развита наука, образование и связь с другими цивилизациями. Во Вселенной есть и другая форма существования, которая позволяет свободно перемещаться в безвоздушном пространстве космоса. Практически неуязвимое, совершенное и вечное. Это вирусы. Еще до возникновения жизни на Земле и по сей день они присутствуют вокруг нас и даже внутри нашего тела. Вирусы мобильные наборы генетической информации. Эти природные роботы не являются формой жизни, однако имеют свои определенные программы действий. Внутри зараженной клетки вирусы проявляют себя как интегральные компоненты более сложных живых систем. Но вовне клетки представляют собой нуклеопротеины. Вирус вообще не относится к категории живого. Он размножается только благодаря тому, что проникает в клетку особый прием у него есть, передает ей определенную информацию, перепрограммирует клетку на выработку таких же вирусов, как он сам. И таким образом продолжает свое существование. Возможно, высшая форма жизни, которую мы ищем на других планетах, все это время находилась рядом. Когда-то упавший метеорит принес ее на Землю. И колонизация человеческой расы инопланетным разумом, о которой пишут фантасты, на самом деле произошла миллионы лет назад. Именно тщательное изучение принципов существования вирусов поможет ученым создать нового человека. Я считаю, что оно будет направлено на то, чтобы реализовать одну из самых важнейших потребностей любого живого существа. Это потребность неумирания. И вот это вот существо, условно называемое нано-сапиенс, оно как раз будет вот тем организмом, который на основании биологических нанотехнологий преодолеет вот эти родовые недостатки биологии и перестанет умирать, так как предписано природой, а будет жить и действовать достаточно долго, сколько захочет. Переход к новой форме существования происходит уже сейчас. Социальная жизнь погружается в виртуальную реальность. Наш разум все меньше зависит от тела и уже совсем скоро человечество обретет долгожданное бессмертие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok